Юрий Кислов из Прилузского района всего за пару дней стал настоящим северным арбузным магнатом. Новость о том, что житель деревни Верхолузя выращивает бахчу под открытым небом, быстро разлетелась в социальных сетях. Только сама жизнь начинающего фермера куда интереснее его аграрных успехов. В коме он приехал три года назад из Пенза. Сегодня его сын находится на домашнем обучении, помогает по хозяйству, вместе восстанавливают заброшенный дом. Почему семья выбрала такой аскетический образ жизни, выясняла Виктория Палкина. Урожай в этом году порадовал, признается Юрий Кислов. На поле и арбузы, и дыни. Правда, для сочности не хватило пары-тройку солнечных недель. Но даже эти плоды можно есть. А еще делать цукаты и варенье. Секрет такого бахчевого успеха прост, говорит сельчанин. Если замульчировать, намного урожай больше. Ну, может, два раза в три раза. Потому что микрофлора развивается всякая. Там появляются червячки, дренаж, и начинает это хорошо растение расти. Начинающий фермер из Верхолузья поменял умеренную жизнь в Пензе на вольную в коме. Приехал на север вместе с сыном в октябре 2019-го. Говорит, судьба привела именно сюда. Здесь его встретил старый дом в отдаленной деревне. Даже сегодня быт этой семьи нельзя назвать устроенным. Жилье требует капитального ремонта, баня недостроена. Но этих трудностей Кисловы не боятся. Дров на две зимы. Даже вот баня, она, конечно, не полностью сделана. Но мы моемся в ней. Запасы делаем продуктовые. Ну, банок в перспективе где-то банок 400 хочу. Сейчас 150 сделаю, еще 400 где-то консервантов. Консервы. Отшельником Юрий Кислов себя не называет. От цивилизации он не отказывался. Свет есть, интернетом пользуется. Да и сыну это все нужно для учебы. 15-летний юноша на домашнем образовании. Лишь изредка ездит в летку. В местной школе сдает необходимые контрольные. В отличие от папы, который хочет заниматься сельским хозяйством, мальчик мечтает стать инженером. Он, конечно, хочет учиться, хочет большой мир и так далее. Но он же еще пока ребенок в моем лице. Ему 15 лет. Он должен еще 3 года ему. А дальше, когда он вырастет, пусть он уже выберет себе путь. Такой, какой он захочет. Никаких запретов не должно быть. Юрий Кислов воспитывает сына один уже 13 лет. Супруге не стало после тяжелой болезни. На вопросы, почему выбрал для сына именно такой путь развития, отвечает просто – каждый должен научиться трудиться. Именно такая спокойная деревенская жизнь с посильными хлопотами, с минимальным влиянием интернета должна помочь в воспитании. Если человек не трудится, то грош ему цена. Виктория Палкина, Артем Соколов, телеканал Юрген, Прилузский район.